Ой, здрасте. Вы так накрашены, больше, чем я. Земфира. Российская культовая певица, автор песен, композитор, продюсер и просто девочка-скандал, не дающая скучать ни публике, ни критикам. Молодежный символ свободы и эпатажа – начало нулевых. Она сумела найти общий язык с очень непростой аудиторией и войти в резонанс с юношеским максимализмом подрастающего поколения. Ее песни отличаются своеобразным и неповторимым стилем, хотя она сама не считает себя поэтом. Это видео мы посвящаем ярчайшей звезде отечественной рок-сцены, легендарной певице и феноменальной женщине. Земфира. Как живет рок-легенда и самая таинственная певица России? Земфира Рамазанова родилась в Уфе 26 августа 1976 года в образцовой советской семье. На момент рождения дочери преподаватель истории Талга Талхович и специалист по лечебной физкультуре Флорида Хакиевна воспитывали 9-летнего Рамиля. В официальных источниках говорится о том, что Земфира наполовину татарка, наполовину башкирка. Однако эту версию сама певица позднее отрицала, ссылаясь на то, что в паспорте ее бабушки национальность башкирка была указана по ошибке. Детство Земфира проходило на улице Ушакова в самом неблагополучном районе Уфы – Черниковке, который именовали не иначе, как цыганские дворы за обилие жильцов этой народности, самовольно поселившихся в городских девятиэтажках. Уже в пятилетнем возрасте маленькая Земфира поступила в музыкальную школу по классу фортепиано, а спустя некоторое время стала солисткой детского хора. Успех к девочке пришел практически сразу. Голосистый ребенок был приглашен на местное телевидение, чтобы исполнить забавную песенку про ленивого червячка. В свободное от занятий время Земфира представляла из себя настоящего сорванца и заводилу. Банты срывались, она влезала в любимую пацанскую одежду и с пистолетом наперевес носилась по двору со старшим братом. В любой войнушке она непременно играла роль командира и умело вертела целым двором мальчишек. С первого класса школы Земфира стала сама писать песни, и первую из них исполнила на работе у мамы. Повзрослев, она увлеклась творчеством Виктора Цои и Тома Йорка, которые сильно повлияли на ее собственный музыкальный путь. Будучи школьницей, она исполняла на улицах хиты Аквариума, Наутилус Помпилиус, Кино и Куин. Таким образом, зарабатывая деньги, одновременно практикуясь в вокале и игре на гитаре. Помимо отличной учебы в школе, способная девочка успевала посещать еще несколько кружков, а также серьезно занималась баскетболом. Несмотря на невысокий для этого вида спорта рост в 172 см, в 1990 году она стала капитаном юниорской сборной России по баскетболу и довольно успешно выступала в роли разыгрывающего, успев стать чемпионкой России среди юниоров. В 10-м классе перед Земфирой встал тяжелый выбор между спортом и музыкой, который решился в пользу творческой реализации. Тренер сборной Юрий Максимов очень сокрушался тому, что девушка ушла из спорта, считая ее лучшим игроком за все время его работы и отмечая прекрасный дриблинг и высокий игровой интеллект. Тренер рассказывал, что на одном из выставочных турниров Земфира выступала среди мальчиков-разыгрывающих и дошла до финала, обыграв литовского баскетболиста Шароноса Ясикявичуса, который через 10 лет стал бронзовым олимпийским чемпионом и четырежды чемпионом Европы. Мир мог бы получить в лице Рамазановой настоящую звезду баскетбола, но выбор был сделан и дорога повела ее к совсем другим вершинам. Земфира поступила сразу на второй курс у Фимского училища искусств по направлению эстрадного вокала. Попутно она выступала в ресторанах вместе со своим однокурсником – саксофонистом Владом Колчиным. Впрочем, карьеры ресторанной певицы не состоялось, и девушка вскоре оставила это занятие. По некоторым данным, с Владом ее связывали не только работа и дружба, но и романтические отношения. Хотя сам Колчин в интервью утверждал, что связь у них была исключительно духовная. По его словам, в то время никто не верил в то, что в один прекрасный день неуживчивый волчонок Земфира станет певицей такого масштаба. Еще на последнем году обучения в училище девушка поступила на работу в Уфимское отделение радиостанции Европа+, где ее главной обязанностью была запись музыкальных рекламных роликов, так называемых джинглов. Например, есть запись ее песни про мебельный салон. Параллельно девушка пробует записывать свои песни в компьютерной программе Cakewalk, четыре из которых впоследствии войдут в ее первый альбом. Тогда же Земфира уговорила звукорежиссера радиостанции Аркадия Мухтарова записать для нее в студии демо-диск. Поначалу Аркадий отказывался, поскольку планировал записывать собственный материал, но был просто сражен напором и железной волей Земфиры, после чего сдался. Ходили слухи, что звукорежиссер сдался темпераментной девушке также и в любовном плане. А Земфира тем временем начинает собирать музыкальную группу, дав ей свое имя. 97-й год был посвящен работе над песнями, но, несмотря на титанические усилия музыкантов, коллектив оставался еще одной талантливой группой, пока однажды их не заметила журналист Светлана Руцкая. Ей очень приглянулись тексты, манера исполнения. И она написала о молодом коллективе статью, из которой уже тогда выходила. У Земфиры столько музыки в башке, что деваться некуда. Затем состоялась поездка в столицу. По словам самой певицы, в Москву она поехала развеяться и провести время с друзьями. Но CD с песнями своей группы захватить не забыла. Диск содержал три песни – «Снег», «Минус 140» и «Скандал». Чтобы не терять понапрасну время, она сразу отправилась в звукозаписывающую компанию «Фили», но там ей дали от ворот поворот, заявив, что нужна кассета. С чувством выполненного долга Земфира плюнула на затею продвижения и скинула диск своим знакомым, которые дали послушать его продюсеру группы «Мумий тролль» Леониду Бурлакову. Тот неожиданно заинтересовался и в тот же день позвонил Земфире в Уфу, которой пришлось в долг снова покупать билет до столицы. Вместе с Бурлаковым диск прослушал Илья Логутенко, который также высоко оценил перспективы молодой группы и стал саундпродюсером их первого альбома Земфира. В него вошло 14 треков, и уже с февраля 1999 года эфир российских радиостанций взорвали песни «Ромашки», «Аревидерчи» и «Спит». Последняя моментально становится хитом, не оставляя равнодушными никого. Песню либо страстно любили, либо люто ненавидели. Презентация альбома состоялась 8 мая 1999 года в легендарном московском клубе «16 тонн». В зале царило весеннее настроение, которое во многом создавалось благодаря усилиям организаторов и фантазии музыкантов. В помещении были разбросаны листья, а сама Земфира пела с милой ромашкой в волосах. Успех был колоссальный, и уже через два дня группа выступала в родной Уфе на концерте в честь дня рождения радиостанции «Серебряный дождь». И там же записывался клип на песню «Почему». Далее группа отправилась в масштабный гастрольный тур, который продлился с сентября по январь 2000 года. За первые полгода было продано свыше 700 тысяч дисков и кассет, а по некоторым данным альбом Земфира разошелся тиражом свыше 60 миллионов копий, учитывая пиратские. Высоко оценили старт новичков рок-сцены и музыкальные эксперты. Группа победила в четырех номинациях журнала ОМ, взяв в звании «Исполнитель года», «Альбом года», «Прорыв года» и «Скандалист года». Надо сказать, что до настоящих скандалов было еще далеко. Однако первые ростки буйного и жесткого нрава певицы первыми вкусили журналисты, которым посчастливилось общаться с дерзкой девушкой. Иначе, как чумой, ее не называли. Тем не менее, растущая популярность Земфиры вынуждала к публичности, и ее фото украсили обложки самых актуальных журналов. И сама Земфира и ее продюсер понимали, что поймали идеальный момент, и надо в кратчайшие сроки выпускать следующий альбом. Благо, наработок у певицы было очень много. Например, будущий хит «Не отпускай» просто не влез в первую пластинку, и его пришлось переносить на второй диск, работа над которым началась практически сразу и завершилась уже в январе 2000 года. Земфира очень не хотела, чтобы ее творение ассоциировалось с Логутенко, который был саунд-продюсером ее первого альбома, поэтому принимала самое активное участие на всех стадиях создания пластинки. На обложку диска певица отобрала атмосферную и немного депрессивную фотографию Магнитогорска. Помимо традиционных методов раскрутки нового альбома, продюсеры Земфиры внедрили слух о том, что между ней и лидером группы «Танцы минус» Вячеславом Питкуном вспыхнули чувства и всячески намекали на скорую свадьбу звездной пары. Но эта утка со временем сама себя изжила. Релиз альбома «Прости меня, моя любовь», который певица сначала планировала назвать эндорфины, состоялся 22 марта 2000 года и включил в себя 12 композиций, каждая из которых мгновенно стала хитом. Среди них были такие мощные синглы, как «Созрело», «Хочешь» и «Песня искала», которая в том же году стала саундтреком культовому фильму Алексея Балабанова «Брат 2». 1 апреля своим первым сольным выступлением в спорткомплексе «Олимпийский» Земфира открыла концертный тур в поддержку диско. Гастроли омрачились скандалом. На концерте в Якутске возникла давка, в результате которой пострадало 19 зрителей. Трагедия произошла на стадионе в момент, когда из-за плохого звука Земфира разрешила зрителям встать со своих мест на трибунах и пройти на поле, где была установлена сцена. В результате возник хаос, а правоохранительные органы обвинили в произошедшем Земфиру. Но она вины не признала, потому что у нее были вопросы к организаторам, ведь на стадион вместимостью 10 тысяч человек продали 11 тысяч билетов. У самой Земфиры после происшествия был настоящий шок, и она поклялась, что никогда не выступит больше в Якутске. Позднее все обвинения с Земфиры были сняты. Напряженный рабочий график и трагедия в Якутске отразились на состоянии Земфиры самым негативным образом. Находясь на грани нервного срыва, она отменила остальные запланированные концерты и ушла в творческий отпуск, который продолжался почти год. В первые несколько месяцев Земфира не выходила из дома, проводя целый день в интернете, а затем к ней пришло понимание, что в работе требуются кардинальные перемены. И от прежнего состава группы практически никого не осталось. Вместо них были приглашены музыканты группы «Мумий тролль» Юрий Цаллер и Олег Пунгин. Результатом их работы стал третий альбом группы, названный символично «14 недель тишины» в честь тех трех с половиной месяцев, что Земфира провела в добровольной изоляции. Новое творение певицы, выпущенное в 2002 году, вновь вызывало бурю эмоций, а официальный тираж на этот раз перешагивает планку в 1 миллион штук в России и почти полмиллиона в Украине. Критики отмечали высокое качество музыки, но сетовали на пропавший с песен надрыв и особенную конфликтную энергетику. Впрочем, этого и добивалась Земфира. Идеальное британское звучание, мелодичность, трогательная лирика и немного депрессивной грусти в стиле Курта Кобейна. Тексты моментально растащили на цитаты и такие фразы, как «Время убивает меня, я убиваю время» и «В губы давай дружить» с удовольствием использовала в речи молодежь. В 2003 году среди наград значились «Альбом года» от канала Муз ТВ, а также премия «Триумф» за достижения в области литературы и искусства, которой удостоилась лично Земфира. Особенным событием для певицы стало выступление на церемонии премии MTV Russia Music Awards вместе с легендарной группой Queen, песни которой она распевала в юности. Их совместное «We are the champions» вызвало бурю эмоций у поклонников. В этом же году Земфира поступила на философский факультет МГУ, однако работа над новой пластинкой не позволила полностью окунуться в учебный процесс, и после взятого академического отпуска на первом курсе в университет она не вернулась. В 2006 году несостоявшуюся студентку отчислили из учебного заведения. В «Женихи Земфиры» в то время записывали Романа Абрамовича, которого часто видели на концертах звезды, а также он наслаждался ее пением на закрытых вечеринках в Куршевеле. В это время благосостояние певицы стремительно увеличивается не только за счет продажи дисков, но и в результате активной концертной деятельности частного характера, предпочтительно на вечеринках у российских магнатов. Одновременно ходили слухи о романе Земфиры с ее продюсером Анастасией Калманович, но поклонники конспирологии утверждали, что это лишь прикрытие бурного романа с Абрамовичем, который, как известно, был женат. Про певицу вообще ходило много слухов. Ей то приписывали любовную связь с певицей Леной Перовой, то говорили про лечение у психиатра. Но даже если и были у певицы душевные раны, то залечить их помогла работа над новым альбомом «Вендетта», который вышел в свет 1 марта 2005 года и был, как всегда, крайне успешным. Тогда же в жизни Земфиры возникла утонченная и талантливая Рената Литвинова, с которой они сочинили саундтрек к фильму «Богиня, как я полюбила». Между женщинами завязалась многолетняя тесная дружба. Характер которой до сих пор вызывает массу домыслов и сплетен. Альбом «Вендетта» был воспринят положительно поклонниками и критиками, а его содержание подверглось тщательному анализу. Например, в песне «Небо, море, облака» Земфира раскрыла свое пренебрежительное отношение к российскому шоу-бизнесу и упомянула в строчках популярную певицу Валерию, заявив, что у ее аудитории серые лица. Валерия и Иосиф Пригожий негодовали, расценив это как высокомерие и некрасивое поведение по отношению к коллегам по цеху. Сама же Земфира никак не реагировала на заявление и, вновь получив всевозможные премии, отправилась в гастрольный тур. Финальным аккордом стал концерт в ДК имени Горбунова и запомнился тем, что во время своего выступления Земфира прыгнула со сцены в толпу. Секьюрити-менеджеры с трудом вытащили на сцену Земфиру, которая была абсолютно счастлива и заявила в микрофон, что исполнила свою давнюю мечту, наконец-то став стейдж-дайвером. Позднее она регулярно повторяла опасный трюк на своих концертах, объясняя это неконтролируемым желанием. За 30 секунд до прыжка никто и не подозревает, что она это сделает. Нередко эффектный жест становился для певицы причиной травм, но кайф, полученный во время прыжка, заставлял раз за разом его повторять. 2006 год снова стал для певицы триумфальным, несмотря на выступления на слете молодежного движения «Наши», о котором она впоследствии жалела. Помимо всевозможных премий, полученных за музыку и клипы, Земфира выступила на одной сцене с легендарными «Скорпионс» во время саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге. В 2007-м вышел следующий альбом «Спасибо», а клип на одну из песен «Мы разбиваемся» сняла Рената Литвинова. И снова певицу ждал гастрольный тур, который продлился до апреля 2008 года. Видимо, от страшной усталости, накопившейся от постоянной работы и разъездов, Земфира влипла в скандал, подравшись с кассиром одного из супермаркетов. Инцидент, правда, был замят. Зачинщикам драки признали сотрудника магазина и извинились перед певицей. А вскоре вышел полнометражный фильм Литвиновой «Зеленый театр в Земфире», целиком построенный на кадрах концерта в парке имени Горького и европейского турне. Тогда же певица начала работу над сборником «Зет Сайдс» и над музыкой для фильма Литвиновой «Последняя сказка Риты». Летом 2009 года пришла печальная весть о кончине отца певицы. Несмотря на то, что в последние годы он много болел, смерть потрясла родных, а особенно Земфиру, с которой они были особенно близки и даже очень похожи внешне. Спустя ровно год после смерти отца семью Рамазановых постигло новое несчастье. Во время ночной рыбалки трагически погиб брат Земфиры Рамиль. Едва пережившая это горе Земфира рассматривала возможность усыновить ребенка, чтобы хоть как-то сгладить страдания своей матери, а также взяла под свое крыло племянников Артура и Артема Рамазановых. С ними певица создала группу Учпачмак, в которой пела под псевдонимом Ракета. Долгое время группа интриговала публику, не называя состав, открывшись только на концерте Земфиры в Лужниках в декабре 2013-го, где они вместе исполнили свои популярные песни. Практически сразу после этого Земфира презентует свой новый альбом «Жить в твоей голове», центральными темами которого становятся смерть и душевные выгорания. В это время певица выглядит отстраненной и одинокой, часто говоря, что у нее нет друзей, только один человек, который ей близок – Рената. Ходили слухи о том, что пара узаконила свой союз на территории одной из европейских стран, где разрешены однополые браки. Однако подтверждения этому факту нет до сих пор. Как и историям о безумной ревности Земфиры, которая буквально не давала своей подруге ступить и шагу, подозревая ее в увлечении другими девушками. В 2015 году в дом Земфиры снова пришла беда – скончалась мама певицы, которая всю жизнь поддерживала и оберегала ее. Через год состоялся концертный тур «Маленький человек», после которого артистка сообщила о прекращении гастрольной деятельности. Последовал долгий творческий перерыв, изредка нарушаемый выступлениями на концертах и фестивалях, а также громкими скандалами. Рок-дива прошлась по молодым исполнительницам, раскритиковав певиц Монеточку и Гречку в соцсетях. Развития событий, впрочем, не произошло – обе отделались ответами с примерным посылом, что им глубоко все равно. 26 февраля 2021 года Земфира выпустила долгожданный альбом, который назвала Borderline по аналогии с термином в психиатрии – пограничное расстройство личности, которое проявляется импульсивностью, тревожностью и эмоциональной неустойчивостью. Критики отнеслись к новому творению певицы с полярными отзывами. Кто-то нашел в нем исключительную скуку, а кто-то – очень качественную музыку, которую за свою карьеру певица научилась делать очень хорошо. И защищать себя тоже научилась отменно. Недавно Земфира жестко ответила писателю Евгению Гришковцу, который в эфире одной из радиостанций негативно высказался об альбоме Borderline, попутно назвав певицу наркоманкой. Земфира не стала терпеть подобное и подала в суд. Трудолюбие всегда было отличительной чертой Земфиры, что сделало ее дамой весьма состоятельной. Летом 2021 года авторитетный журнал Forbes включил ее в список самых богатых музыкальных звезд России, присудив ей сорок пятое место с результатом в 1 миллион 200 тысяч долларов. Певица не видит ничего зазорного в выступлениях на корпоративах, не брезгуя петь на праздниках у олигархов. Так, в 2017 году Земфира выступила на вечеринке российского бизнесмена Сулеймана Керимова, который заплатил артистке 150 тысяч евро. Всего же, как подсчитали эксперты, госпожа Рамазанова с 2005 года заработала 33 миллиона долларов. Именно с момента выпуска альбома Вендетта Земфира перешла в ранг долларовых миллионеров и впервые почтила своим присутствием список Forbes. Только продажа авторских прав принесла ей 750 тысяч долларов, что по тем временам считалось одной из самых успешных сделок в шоу-бизе. На заре своей карьеры Земфира жила очень эскетично, квартиру снимала, правда, в основном в центре Москвы. И даже какое-то время жила в просторном доме Ильи Логутенко вместе с его семьей. Теперь в ее активах элитная недвижимость в виде квартиры в добротной сталинке на Фрунзенской набережной, которую Земфира купила в 2003 году за 250 тысяч долларов. На 85 квадратных метрах разместились просторная гостиная в светлых тонах и маленькая музыкальная студия. В небо Лондона бунтарка смотрит тоже из окна собственной квартиры в центре британской столицы. Известно, что Англию Земфира любит еще со времен своих первых записей, встречается там с друзьями и болеет за Челси. Кстати, певица неоднократно говорила, что по телевизору смотрит исключительно спорт, особенно наслаждаясь Олимпийскими играми. Земфире в наследство досталась квартира в Уфе и загородный дом, однако певица не может там находиться и выставила недвижимость на продажу. К автомобилям у Земфиры отношения спокойные, однако и тут она в первую очередь исполнила свою мечту, купив себе в 2007 году BMW 325i. В 2016-м звезда приобрела автомобиль Mercedes-Benz C-класса, а спустя два года с авто произошла неприятность. 35-летний грузчик, желая привлечь внимание Земфиры, разбил стекла и значительно повредил кузов. Злоумышленника нашли быстро, он во всем сознался, а стоимость ущерба составила 25 тысяч рублей, которые взяла на себя страховая компания. Земфира не любит купаться в роскоши, ее райдер не пестрит указаниями, какого цвета розы должны украшать ее гримерку. У нее нет вычурных украшений, и она не зависает в клиниках модных пластических хирургов. Звезда сочувствует людям и старается им помочь. В 2020 году на ее песню «Хочешь» благотворительный фонд Чулпан Хаматова снял клип, рассказывающий о детях с онкологическими заболеваниями. Также у Земфиры в Уфе есть подопечный детский дом, для которого она не только перечисляет деньги, но и лично участвует в жизни детей, оказавшихся без заботы родителей. Еще она частый гость на благотворительных концертах, деньги от которых передаются в фонд доктора Лизы. Земфира очень непростой человек, тонкий, противоречивый и глубокий. При этом судьба наградила ее несгибаемым характером и поразительной работоспособностью, сопроводив эти дары взрывным темпераментом. Свобода любивая, несколько холодная и, вместе с тем, ранимая. Уже известно, что в конце февраля 2022 года в одном из московских клубов состоится сольный концерт Земфиры, первый после долгого перерыва длиной в 5 лет. А вы ждете ее возвращения на сцену?